Дорога в школу должна быть безопасной. С этой целью в областном центре вблизи образовательных учреждений наносят горизонтальную дорожную разметку, пешеходный переход. Цвет полосок желтый, чтобы привлекал внимание автолюбителей. В общей сложности с городского бюджета на нанесение разметки выделено 7,5 миллионов рублей. Из них на желтую краску для пешеходных переходов израсходуют 200 тысяч. Важно, что эти зебры выполнены с использованием специальной светоотражающей краски. В краску, так же как и в пластик, для улучшения видимости в вечернее, ночное и утреннее время, добавляются специальные стекломикрошарики. Это такие шарики, которые с гранями, то есть они не круглые, они граненые. При попадании на них света от фар автомобилей, от освещения, они отражаются и их очень четко видно на проезжей части в ночное время. Желтые зебры появятся на 69 пешеходных переходах. Все работы планируется завершить 1 сентября. За их ходом наблюдают и сотрудники ГИБДД. Ежегодно перед началом учебного года они проводят обследование уличной дорожной сети. Особое внимание образовательным учреждениям. По всем выявленным недостаткам мы направляем предписания в управление благоустройства администрации города Иваново. На сегодняшний день составлено более 10 предписаний, а также составлено 4 протокола в отношении юридического лица управления благоустройства администрации города Иваново. 3 за разметку и 1 протокол за отсутствие ограждений в местах, где они требуются. Кроме разметки в ГИБДД обращают внимание на наличие дорожных знаков и состояние искусственных неровностей на дороге. Что же касается праздничных мероприятий в День знаний, то в этом году усиление около школ сотрудниками госавтоинспекции будет производиться и 1 и 3 сентября. Кроме того, 3 сентября пройдет ряд профилактических акций для детей и их родителей.